Я буду вам задавать вопросы по коллективному договору, а вы будете отвечать с учетом того, что вы это изучали. И так постепенно мы будем с вами обсуждать проблемы коллективного договора. Пожалуйста, выходите. А? Ну вы как в космос, там обратный отчет идет. Фамилия и отчество свое. Кто вы? Бресвянская Екатерина Андреевна. Вот, Екатерина Андреевна, пожалуйста. Коллективный договор крупнейшей компании с федеральным окружением ЗАО «Первый контейнерный терминал» на 2008-2011 годы был заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. ПКТ является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, связанные с трудовыми иные отношениями между работодателем ЗАО «ПКТ». ПКТ. Можно? Да, ПКТ. В лице генерального директора. Как делается во всех изданиях? Вот первый раз называется полностью, в скобочках ставят сокращение, и потом дальше употребляют сокращение. То есть, поскольку у вас скобочек нет, далее я буду говорить ПКТ, ЗАО «ПКТ». В лице генерального директора, действующего на основании устава организации, и работниками организации в лице единого представительного органа, работников ЗАО «ПКТ». Правком? Да. Вы про этот единый представительный орган ничего не хотите сказать, при этом дальше перевести? Это же нестандартная ситуация, это не так часто бывает. Что это за единый представительный орган? Вы так разобрались, нет? Ну, обычная схема какая есть? Правком, профсоюз включает больше 50% коллектива, и тогда профсоюзный комитет может выражать его интересы, и тогда он является представителем работников. А здесь ситуация какая? Есть ЕПОР, так называемый, да? Единый представительный орган работников. Из каких профсоюзов он состоит? Из каких профсоюзных организаций в него входят? Правком РПД. Да, РПД это что? Я сократила, но я не помню, как расшифровываться. Российский профсоюз докеров. Правком Российского профсоюза докеров. И ПРВТ. ПРВТ страшно звучит, да? Парвать, что такое ПРВТ? ПРВТ – профсоюз работников водного транспорта. Значит, ситуация такая. Во всем порту, только в ЗАО ПКТ. Вот эти два профсоюза договорились о том, две профсоюзные организации, что они будут заедино выступать, они по родине, не по делу. И качать права, что мне хуже, я больше, вы меньше. Они понимают, что они совместно добьются большего. Они и добились большего. Они образовали единый представительный орган. Самой более крупной профсоюзной организацией является профорганизация морского, российского профсоюза докеров. Она охватывает докеров, именно, прежде всего. А профсоюз работников водного транспорта, он включает работников механизации. То есть и люди, которые ремонтируют погрузчики, инструменты, краны и так далее. То есть все, что необходимо для работы докеров. Они в этом смысле взаимосвязаны между собой технологически. И вот этот ПРВТ, профсоюз работников водного транспорта, тоже имеет свою организацию. И они создали единый представительный орган. Во главе его кто стоит? Не обратили внимания? Я вот не о фамилии говорю, а руководитель какого профсоюзного стоит во главе? Руководитель. А? Руководитель. Ну, я правильно верно понимаю. Ну, там, там, вот когда, там же в этом подписи стоят, подписывается руководитель профсоюзного органа, там, председатель профорганизации российского профсоюзного профсоюза докеров, там, Саршин подписывал. Да. Так, а заместителем является председатель профсоюзной организации работников водного транспорта ПРВТ. То есть, в принципе, там человек может хоть туда пойти, хоть туда пойти. Если он ближе к докерам, в этот профсоюз может пойти. Но он может пойти и докер, в принципе, в профсоюз работников водного транспорта, потому что, так сказать, он, это береговая, правда, уже служба докера. Но она связана с этим транспортом, который он перегружает. Ну, вот. И раз это единый профсоюзный орган, то, соответственно, влияние их такое, что у них там нет раскола внутри работников. А работники или входят туда, или туда. И все работники сейчас, я уже вам говорил, что тогда еще не все работники были членами профсоюза. А поскольку вот их коллективный договор защищает от увольнений. То есть, чтобы уволить работника в любой организации, в российской, что нужно сделать? Написать приказ. Ну, для этого надо что-то придумать. Один раз, так сказать, сделать взыскание. Второе, а на третий раз уволить. От взыскания всегда можно навесить, за что-нибудь написать. Это раз. Либо придумать какую-нибудь реорганизацию. Мы вас увольняем, поскольку ваш участок ликвидируется. Небольшой внутренний. Так вот, согласно тексту коллективного договора, и это самый главный пункт, и вы его отметили, наверное, самый главный пункт, что нельзя, ни одного члена профсоюза нельзя уволить без чего? Без согласия профсоюза. Без согласия профсоюза. Не без обсуждения с профсоюзом, где сказать, мы пообсуждаем, а я решу. Это называется учет мнения. Когда мы с вами пообсуждаем, а я вам оценку поставлю, это будет учет вашего мнения. А вот если будет без согласования вот с коллегой, то значит, вот пока, если она скажет нет, то и нет. И никакого понижения не может быть оценка. Согласование – это очень сильная вещь. Поэтому раньше согласование стояло в кодексе законов о труде. И, так сказать, многие организации это все растеряли. Почему они растеряли? Потому что они рассчитывали на закон, а закон взял и убрал это. На самом верху. А докер взяли и вставили без ссылки на закон. Если бы они там ссылку сделали на тот предыдущий закон, то вместе с пропажей этого закона пропало бы это утверждение. А здесь они ссылку не сделали, а просто специально записали, что они об этом договорились. И они за это обоставали. Вот за этот пункт. Потому что если у вас всякие блага там расписаны в коллективном договоре, почему мы на этом останавливаемся? Там расписаны всякие блага. Так, улучшение по сравнению с тем, что есть. Но если я тут уже не работаю, если завтра меня уволят, то, в общем, мне мало интересны уже эти самые блага. Правильно? А поскольку уволить никого нельзя, без санкции, то есть без согласия профсоюза, просто вот приносят и там в списке стоит Иванов, председатель правкома, председатель представительного органа пишет, не согласовывая, и подписывается сержант. Все. И уже его нельзя уволить. Вот что такое это за пункт, такой, в коллективном договоре. Это очень важно. Очень важно. И у нас еще вот есть задачи, кроме того, что мы комплектологией занимаемся, еще есть задачи. То есть, ну вот, работая с документами, надо всегда выбрать не то, что вот там и это есть, и то есть, и то есть, и то есть, много чего есть. А есть главное вот. Потому что если этого главного нет, то мне как-то вот, если меня собирается уволить, то у меня вопрос о том, какие будут условия тут и какие условия труда и оплаты, как вы понимаете, мало уже интересует. Правильно? То есть, как бы мне интересно, конечно, но это меня не касается. Вот поэтому это центральный пункт, и докеры это хорошо понимают, что это центральный пункт, и работники механизации понимают, что это центральный пункт. И у них, я рассказывал, что сложилась такая ситуация, пришел новый хозяин Global Ports и начал, так сказать, сокращать объем грузов. А если объем грузов сокращается, то что получается? Работы меньше. А раз работы меньше, говорят, так, на вас нет работы. Так, и пишут бумагу. Ну, бумагу надо и куда нести? Сначала нести, надо ее в правком. Приносят в правком, осажен, говорят, нет, это пишу, не согласовываю. Ну, и все. И она спокойно сидит, и даже интересно, чего нет, все бродит туда-сюда. Нельзя нас уволить, нельзя. Потому что коллективный договор – это локальный нормативный, а что значит нормативный? Это правовой, норма права. Другое дело, что вот он как молоко вот скисает, так эта норма права через три года всего, она три года действует. Дальше, если вы, дескать, раньше вы хорошо боролись, а сейчас вы уже разучились, но если разучились, у вас все берут. Если вы не понимаете, что надо свои интересы защищать, так сказать, коллективной борьбой, то значит у вас все отнимут. А если вы не забыли, вы приготовили через три года, потому что можно продлить этот договор. А как вы его продлить? Я вот, допустим, генеральный директор, я не продлеваю. А вы предложили проект, а давайте такой проект, в котором все лучше для работников. Я говорю, ладно, давайте я продлеваю. И тогда еще три года. Но через шесть лет уже коллективный договор, этот коллективный договор не может продлеваться по закону. И, следовательно, раз он не может, надо где-то по окончании какого года? Четвертого года уже иметь проект коллективного договора, который лучше, чем было. И приготовиться к тому, что придется его защищать. Вплоть до чего? До конфликта. Этот конфликт носит положительный характер или отрицательный? Если этот конфликт нужен для того, чтобы улучшить положение работников. Положительный. А раз положительный. Потому что конфликты, может быть, отрицательные, а этот, в данном случае, конфликт положительный. И они идут на этот конфликт. Причем, те люди, с которыми они имеют дело, знают, что если вы не пойдете с ними на переговорах, на встречу, они забастовку точно организуют. А забастовка сразу большие потери. Вот корабль заходит в порт, а его не разгружают. И тогда порт платит колоссальную неустойку за то, что его не разгружают. А почему они разгружают? А то, что докеры должны разгрузить. А у докеров забастовка. А забастовка – это признанное нашим правом право. Если прошли граждане процедуру, все организовали по закону, они могут бастовать. Ну, раз так, значит, черпят страшные убытки. Не нужны эти убытки ему. Не нужны. Поэтому, значит, какой имеем результат? Сухой. Единственный во всей России. Я вот, так сказать, как-то интересуюсь, как в этом отношении, какие есть ситуации в других местах. Так вот, это единственная организация на сегодняшний день в России, в которой есть все работники, члены профсоюза. Вот почему? Потому что всех не членов профсоюза уволили. Их можно уволить не согласовывая. А членов профсоюза нельзя. И все. А они сэкономили. Дескать, вот не пойду в ваш профсоюз, вам нужно вносы платить 1%. Не пойду. Так, ну и не ходи. Ну и раз вы уволили. Второго уволили. Третьего. Кого-то уговорили. Там из пожилых, я сказать, уходить, вам дадим 4 наклада. И так далее, они ушли. И в итоге, на сегодняшний день, вот в этом ЗАО, оно теперь не ЗАО, а ПАО. А потом это было ПАО. А после ПАО стало просто АО, акционерное общество. Первый контейнерный интернал. Все работники, члены профсоюза. Все. Потому что все, кто был не членом профсоюза, всех уволили. Вот вам результат. Результат того, что люди, а, имели коллективный договор, и, б, не боялись пойти на конфликт для его заключения. Потому что без конфликта не заключишь никак. Ну точно так же, как вот. Вы понимаете, что, скажем, без конфликта, так сказать, с Гитлером мы бы не могли бы обеспечить себе нормальное существование. Правда здесь? Планы были по уничтожению вообще русских. Русских, так сказать, за людей не считали в Германии. Французов не трогали. А русских, так сказать, их должно быть мало. Так, ну вот это мы с вами рассмотрели один центральный пункт. И тут очень важно иметь в виду, и здесь, и в этом вашем докладе, и дальше, что есть пункты проходные, а есть пункты ключевые. Этот не проходной, потому что ключевой. Потому что как только я уже не член этого самого коллектива, меня уволили, то ваш доклад меня очень интересует. Ну, как бы так же, как он интересует всех других со стороны. Правильно? А если я член коллектива, то просто вы рассказываете, какие у меня жизненные условия будут согласно этому коллективному договору. Потому что он подписан с двух сторон, и обе стороны обязаны его выполнять. А где гарантии, что будут выполнять? Не думали на эту тему? Ну, вот я генеральный директор. А вы тут сидите, вот два представителя профсоюза. Вы профсоюза докеров, а вы профсоюза работников водного транспорта. И вы пришли со мной поговорить. Говорят, а что вы не выполняете коллективный договор? А я говорю, а я генеральный директор. И денег у меня в тысячу раз больше, чем у вас. Я говорю, не буду я выполнять. А вы что мне говорите? С чего вы мне скажете? Ну, что вы мне скажете? Почему? Ну, почему вопрос? Не хочу. Так, это вопрос. А вы что скажете мне? Я бы на вашем месте вежливо сказал так. Уважаемый Михаил Васильевич. Позвольте вас тогда проинформировать, что мы с сегодняшнего дня, опираясь на ваше высказывание, если вы не забираете его обратно, начинаем готовить забастовку. И мы вас уверяем, что забастовка будет проведена в лучшем виде. И вы о своих словах, которые сейчас сделаете, пожалеете. Но вы их можете взять и назад. Мы ждем до завтрашнего числа. Если до завтра вы придете сказать, что я пошутил, мы вместе с вами посмеемся. И все. Ну, а значит, во всем мире, как улучшается положение работников? Либо забастовкой, либо угрозой забастовки. Вот если вы ни разу не проводили забастовки, ваши угрозы на меня подействуют? Да не верю я в ваши угрозы. Да чего, какая вот эта забастовка? Да бросьте вы, да не серьезно. Но если я говорю раз, вы проводили и два, и вы пришли представители двух профсоюзов, которые организовывали эту забастовку, вы еще как часы организовывали строго по закону, и все было обеспечено как надо, и вся процедура пройдена, что я должен сделать? Ну, я должен, так сказать, как-то пойти назад. Почему? Потому что за вами тогда стоит уже в данном случае сила закона и опыт. Потому что когда угрозы забастовки действуют? Когда люди бастовали. А если я никогда не бастовал и угрожаю вам забастовкой, то вы посмеетесь, да и все. Правильно? Ну что я вам буду угрожать? Тем. Так? Вон я вам двойки не ставлю, вы и не боитесь, что я двойку поставлю. Если бы я их ставил, так вы бы и боялись. Ну так? То есть мы же должны реально смотреть на вещи. То есть угрозы вообще действуют только тогда, когда есть некоторая история. Вот если в этой истории есть выполнение таких угроз, то тогда угрозы подействуют. Если нет, то нужно и не подействовать. Поэтому во всем мире, повторяю еще раз, работодатели идут навстречу работникам либо в случае забастовки, либо в случае угрозы забастовки, если эти работники до этого уже показывали, что они могут провести забастовку и точно ее проведут. Вам это надо, этот опыт? Вы скажете, да мне это не надо, зачем мне это надо, такая вот комитетель с этой забастовкой. Это же во время забастовки генеральный директор что будет делать? Ничего, он ничем не управляет. Кто отвечает, вот вы читали коллективный договор, и поскольку вы читали, с вами интересно в этом смысле говорить, потому что вы в курсе дела. Вот скажите, кто во время забастовки будет решать, работать в каком-то там подразделении или не работать? Правком? Нет, не правком, забастовочный комитет. Забастовочный комитет обычно избирает из таких товарищей, которые в правком не входят, чтобы, так сказать, получилось, вот народ он решает, чтобы от правком они требовали в судах возмещения какого-то ущерба. Логично, да? То есть, скажем, ну есть правком, он, понятное дело, управляет, но есть люди, которые входят в забастовку, рядовые докеры, такие, которые твердо будут стоять на этих требованиях. Они входят с очком. Кто будет решать, работать в этом подразделении или не работать? Потому что во время забастовки какие-то работы совершаются, да? Минимум работ совершается обязательно. Кто это будет решать? Это будет решать забастовочный комитет. То есть, надо с ним дружить. А что директора? Я приехал, капитан корабля. Привез там грузов на несколько десятков миллионов рублей или долларов. И вот я к вам прихожу в правком. А вы, как мы договорились, вы возглавляете правком докера. Говорю, надо бы вот разгрузить. А вы спросите, а что за груз? А как вы насчет выполнения требований? Ну вот, если я скажу, что я буду эти требования, какие-то требования ваши выполнять, вы тогда можете дать, поговорить с забастовым. Вы скажете, я не, конечно, мы не можем указания давать забастовочного комитета, но поговорить мы с ним можем. Пойдете с ним поговорить, и корабль разгрузят. А я-то не могу дать указания разгрузить. Меня-то докеры не слушают. Во время забастовки кто командует парадом? Вот я во время забастовки должен подчиняться директору? Нет, получается. Директору я не подчиняюсь. А кому я должен подчиняться? Ну скажут мне забастовку, я и буду это выполнять. А если не скажут, какой директор, замдиректор, хоть по прижиму, хоть по режиму, какой хотите, это ничего не означает. То есть это особый такой период. А вы забастовку, которую объявляли, вы ее сделали бессрочной или срочной? Забастовки бывают бессрочные, там две недели забастовка, или неделя, или месяц. То есть месяц вы забастуете, не получаете зарплаты, ничего не делаете, и через месяц не выдерживает работодатель и сдает. Но работодатели, вот здесь в порту компаний, например, три компании миллиардовались, но у него 17 миллиардов долларов. Вы его хотите разорить за один месяц? Несерьезно. Поэтому этот номер не проходит, вот с этим делом. Поэтому надо думать, чем, что. А вот что делать, что не делать, вы решаете совершенно спокойно. Они управляют этим предприятием. То есть кого разгружать, кого не разгружать, это все забастовочный комитет. Потом вы можете так делать, что вот в шахманном порядке там одни работают, другие не работают. Тем, кто работает, обязаны им платить деньги, чтобы у них зарплата была. Потом вы думали на тему о том, забастовка должна быть полная остановка производства или остановка на какой-то период, там на один час в день смену. Вот такая, потому что написано в трудовом кодексе, что забастовка – это полная или частичное прекращение работы для достижения выдвинутых требований. Вам нужно, чтобы полностью все остановилось для удержения требований. Вам нужно же показать работодателю, что сейчас будет остановлено все на один час. А сколько начало? Полу восьмого, да? Полу девятого начнем. Пусть этот час пик пройдет, люди приехали спокойно, выспались, часик больше поспали, пришли и ровно полу девятого все за это. Здесь опять все, машины поехали и так далее. Или, значит, в ходе забастовки может забастовочный комитет изменить ход, порядок забастовки? Наверное. Как, наверное? У нас есть трудовой кодекс. Вы интересовались по согласию трудовым кодексу? То есть это вот важно такие вещи знать, ключевые. То есть все, например, не упомнишь. Все не упомнишь. Поэтому я с вами обсуждаю вопросы. Если есть процедура, значит ее нарушать. Ну, нельзя. Какая процедура? Проведение забастовки. Нет, не так. Забастовочный комитет имеет право за три дня уведомить изменить характер забастовки. То есть вот было так. С утра на один час позже начинают. Потом посоветовались с товарищем. Да ладно, начнем, как обычно, утром. После обеда сразу не хочется выходить на работу. Отдохнем. Значит, после обеда, обеденный перерыв и час. После обеденного перерыва все не работают. Это зачем нужно? Ну, чтобы показать, кто здесь хозяин. Ну, кто управляет делом. Так, опять-таки, вы потом дальше думаете. Давайте раньше лодим. Ладно, после обеда начнем работать, а уйдем раньше на час. Нормально это будет? Неплохо же, да? Вот, значит, опять надо написать бумагу, уважаемый, если вы пишете генеральный перерыв, то вы же напишите уважаемый. Иван Степанович. Сообщаем вам, что согласно решению забастовочного комитета уведомляем вас, что с такого числа, то есть через три дня после вот этого, пропускайте три дня, с такого-то числа, режим работы порта будет такой. Начинаем, как обычно, а заканчиваем на час раньше. Председатель с точкома Иванов. Хороший же письмо. Оно не злое, доброе, такое, уважаемый. С уважением, Иванов. Директор, это сидит генеральный директор, он не знает, что завтра будет. Приехал, проход. Если он на час раньше, а не кончает, вот он, почти весь его разгрузили, а потом вдруг собрались все и ушли. И он не вошел в морской канал. И убытки там сумасшедшие. Поэтому он должен думать, ему предлагается подумать. Что вы еще придумаете? А вы можете придумать, есть технологическая цепочка. Вот это идет за тем, вот это идет за тем. Зачем вам всем сразу бастовать? Пусть эти люди получают зарплату, а бастуют только вот эти. То есть, раз у вас период забастовки идет, то вы можете, забастовочный комитет решает, что бастовать будет только вот она. Потому что все через нее проходят, и перед нее ничего не будет. Вот она бастует. Все к ней приходят, она говорит, я бастую. Согласно решению забастовочной. Но это за три дня тоже уведомить. То есть, это вот называется, мы же не просто говорим, вот конфликт. В этом конфликте есть управление. Кто управляет? Управляют те, которые эту забастовку организовали. Кто управляет? Забастовочный комитет. Но есть верховный управляющий, конечно, профсоюз. профсоюзная организация. Есть в данном случае вот этот самый ЕПОР, единый представительный орган работников. Потому что надо, чтобы все слаженно действовали, чтобы не получилось так, что запасовочный комитет сказал, а тут не выполняет. То есть, надо продемонстрировать руководству, что все это тут. Руководство действует вообще, строго говоря, без вас может народ обойтись. Порт может работать без этой вашей всей управленческой команды, потому что все у нас идет хорошо. Но вот это звено, скажем, выключили мы его, опять надо за три дня написать и выключить это звено. Или в шахматном порядке идет. То эти, то вот эти. Чтобы у вас потери в зарплате были небольшие, ну там час, в этот день вы не поработали другой, третий, четвертый, там час. Ну это не так много. А есть тупые забастовки взяли, вот мы не работаем. Так и думали от руководства порта, когда эти ребята начали бастовать, что сейчас начнется забастовка и они никто не препятствовал. Все подписывали, договорились, не мешали организовывать забастовку. Говорят, мы посмотрим, у вас через две недели в семье будет забастовка, потому что зарплату не получите и сразу пойдете на попятны. А у них такая система оплаты зелено-премиальная. То есть, если они за более короткий срок выполняют, то они еще дополнительно получают. Но они стали не за 12 часов выполнять, а за 11, ту же норму. И получают те же деньги и забастовка идет. И раньше уходит. И так далее. То есть, вот такие вот вещи. Поэтому это мы, так сказать, это вот некоторые приемы, с помощью которых отстаивается тот проект коллективного договора, который был выдвинут. А мы с вами имеем дело как бы уснувший результат. В том смысле, что он в итоге этой всей борьбы он затвердел. То есть, он вот у вас перед руками, под руками, вы можете его изучать. Но мы должны понимать, что он сам так не появится. вы можете написать все, что хотите. Но его не будет. Если не подпишет другая сторона. И я рассказывал, что вот был такой момент по окончании. Все уже договорились с руководством. Все. По всем вопросам. Все. По каждым отдельным пунктам все подписано. Генеральный директор, я не могу подписать договор в целом. Почему? А потому, что он генеральный директор. Генеральный директор же работник. Над ним кто стоит? Хозяин. Вот тот же самый миллиардер. И этот миллиардер сказал, подпишешь, ты будешь, у меня не работаешь. А у него зарплата никак, у докеров. Как вы понимаете? Вот. И он говорит, я не подпишу. Эти приходят ко мне. Спрашивают, что делать? Ну, моя тут миссия была, какая у вас? Ну, какая у вас миссия? Вот вы в вопросах решения консультации. Вы же консультанты, правильно? Вы консультируете, то вы это дело знаете, разбираете, вы спокойно людям объясняете. Надо делать так, 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 и будет хорошо. Если вот не так сделать, вы попадете в капкан. Причем, это прямо грустно, этот председатель этого единого представительного органа по сарженам, несчастный. Вот, что мне делать? Я говорю, а что вам? Ничего не делать. Печатайте коллективный договор. А что печатать? Я говорю, так у вас все страницы подписаны там вот каждое проложение. Сначала первая часть подписана, потом первое приложение подписано, второе, и везде стоят подписи двух сторон и печати. Это что означает? Что у вас есть полностью готовые юридические документы. Вам важен в каком порядке? Вам важна подпись в конце? Она ничего не означает. Все вот эти подписи означают, что вы готовы. все. Что надо сделать? Вот, говорю, заказывайте печатайте этот коллективный договор и отдайте администрации сколько они попросят, штук 30, чтобы у них было. Вы отдельный экономист, юридическом, генеральном, всем чем раздайте и все. Ну, тот генеральный, который на самом деле с ними соглашался, уже здесь не воевал. Ему-то что? Ему главное, что он не подписал, поэтому он выполнил, но зарплату не отберут. Он не подписывал. То есть, он бился до конца. Ему нужно было показать, он бился до конца. А этим ребятам, с которыми работать надо, он тоже показал, что я за вас. Вот я подписал. Я вам все, вам что надо, вам нет шашечки или ехать? Тебе говорит, шашечки. Ну, если шашечки, я не подпишу. А если ехать, то садитесь, и я поехал вместе с вами. Так? Вот, это вот как бы те приемы, которыми должен владеть консультант, специалист, который изучал конфликтологию. Потому что, если конфликтолог будет рассказывать, какие бывают конфликты, ну, можно рассказывать, какие бывают конфликты. А как сделать, чтобы их не было? Во-первых, где было, если это, так сказать, нечто негативное? Или наоборот, какие надо, так сказать, пойти на конфликт для решения какой-нибудь проблемы. Правда? Так, ну вот, мы с вами некоторые такие ключевые вопросы уже разобрали. Благодаря вам. Вы же выступаете. на этом фоне вы можете продолжить еще какие у вас мысли появились и которыми вам хотелось бы поделиться с народом. А народ услышит ваши мысли, поскольку мы это записываем и потом вывесим. Вы же знаете, что все занятия по конфликтологии прошлых лет вывешиваются на канале Фонда Рабочей Академии, на Ютьюбе. Ютьюб Фонда Рабочей Академии. И все, и товарищи подписывают. И очень многие люди смотрят, конечно, уже не студенты, а смотрят те люди, которые занимаются этими самыми трудовыми конфликтами, для которых это вопрос жизни. В отличие там у нас с вами вопрос зачета, а у них это больше, чем зачет. Ставка больше, чем зачет. Ну давайте. Коллективный договор разработан заключен равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свобод выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальность и обеспечения принятых обязательств. Примем во внимание, что один из принципов трудового кодекса Российской Федерации заключается в том, что коллективный договор может только улучшать условия труда по сравнению с трудовым кодексом. Согласно статье 41. Да, останавливаю вас на секундочку. Это очень важно, чтобы вы отметили, потому что этого не понимают и не знают очень много профсоюзных деятелей. Они берут и отписывают из трудового кодекса, что делают конспект трудового кодекса. И это называют коллективный договор. Естественно, против не может быть администратора, как пойдете против закона. Подписывают, то есть у них получается муляж коллективного договора. Спрашивается, у них есть коллективный договор или нет? Нет. А вы уже сказали, и я это не забыл. Это тоже делает вам честь, что вы сказали, что в коллективном договоре не может быть записано то, что ухудшает положение работников. А то, что улучшает, может. Значит, если есть улучшение, тогда это коллективный договор. А если улучшений никаких нет, тогда это не коллективный договор. И как может получиться такой коллективный договор без улучшения? Это тоже в законодательстве прописано. Вот вы три месяца переговаривались, и если в течение трех месяцев вы по вопросу о коллективном договоре не нашли согласия, то договор считается заключенным по тем пунктам, по которым имеет место согласие. Только по этим. А если не по одному, то получается ноль. Сейчас лекции, сейчас не могу говорить. Вот. Поэтому что получается? Получается, что как бы он с одной стороны заключен, а в нем нет ни одного пункта. Если не по одному не нашли согласия. Поэтому не тоже обязывать-то не может. Вот. Поэтому вот такая штука предусмотрена. То есть, если у вас были эти переговоры, и вы не нашли способа воздействовать на свою администрацию, то выйдете вы из этих переговоров ни с чем. Ну, с чем? С тем, что вы поговорили. Что-то вам платили, вам должны же платить тем, кто участвует в переговорной группе, должны платить сколько? Вот вас, если вы в группу взяли, предложил профсоюз, в переговоры, сколько вам должны платить? Сколько попросите? А сколько? Вам должны платить по-среднему. Это написано в Тротовом кодексе. По-среднему. То есть, если вы получали 300, то есть, 50 тысяч, будете получать 50 тысяч в месяц, будете ходить по бригадам, разговаривать с ними, обсуждать вопросы, как сделать договоры, и раз в неделю и раз в неделю собираться вместе с представителями администрации обсуждать какие-то пункты коллективного договора. Вот, три месяца у вас до трех месяцев. А если переговоры идут больше трех месяцев, тогда вот вместо вас пусть она пойдет. Тогда уже другой человек. То есть, это могут продолжаться переговоры и дальше. Но платить одному человеку обязанному по закону только три месяца. Ну, по-среднему, если у вас скажут, какая у вас стипендия, вот такая, ну, так сколько и получите. Сколько у вас стипендий? Крокодили, если вы тысяча шестьсот. Вот, тысяча шестьсот и будете получать. Три месяца будете со мной разговаривать и все, и все, тысяча шестьсот получать. Только из разговора. Ну, а вот, а если высокооплачиваемый там докер получает семьдесят тысяч, вот ему семьдесят тысяч и будут и платить. В месяц. А он спрашивает замдиректора, говорит, а у вас руки-то не разучились? Нет, руки у меня все помнят, как управлять техникой. Они же на технике все работают. Это же докеры-механизаторы, это не докеры, которые таскают вручную, это докеры, которые на погрузчиках работают. Так, ну, идем-то, пойдемте дальше с вами. составление и продолжение отпусков, улучшение условий охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи, соблюдение интересов работников при приватизации предприятия и ведомственного жилья, экологическая безопасность, охрана здоровья работников на производстве, гарантия работы работников в совмещающем работу с обучением, оздоровление и отдых работников, членов их семей, контроль за выполнение коллективных договоров, порядок несения изменений, дополнения ответственности стоят. Вот вы это читаете из Трудового кодекса или из колл-договора? Нет, Трудового кодекса. А Трудовый кодекс ограничивает условия, по которым может быть договоренность? Но если вы читаете из Трудового кодекса, то мы ничего нового про колл-договор не узнали, чем то, что написано в кодексе, правильно? Ну, фактически так. Да, поэтому интересно было бы узнать, скажем, вот в этом коллективном договоре, что является ценным и, так сказать, нестандартным в этом отношении, это раз, а во-вторых, этот перечень исчерпывающий или не исчерпывающий, вот существует такое понятие в юриспруденции, и тут есть какое-то перечисление и т.д. или на этом все, закрыт перечень. Не закрыт, раз не закрыт, вот, то есть вы должны бы проанализировать, а что вот в этом, например, там есть положение, положение, их там 33 штуки, да, приложение. А раз они, почему это приложение, потому что они потом, их отдельно по ним договариваются, чтобы не усложнять процедуру, переговоров. Давайте вот по этому договоримся, да, с вами договоримся, подпишем, и уже мы друзья, ну, по этой части, а там еще мы не друзья. Давайте вот по этому вопросу договоримся, это первое приложение, потом вот поэтому, второе приложение, потом третье, потом четвертое, потом пятый, потом тридцать третий, и мы все время с вами друзья. А можно, поскольку сразу по всему не договоришься, мы все время ворождуем с вами, будем воевать. Это хорошо. То есть у них тактика правильная в этом смысле. То есть тактика такая, чтобы они завоевывали постепенно всю необходимую территорию. Тоже очень важно. Это не все такие. Я бы не предлагал вам такой коллективный договор, если бы он был стандартным. Он не стандартным. То есть там сидели умные люди. Вообще докеры у них по два, по три образования вышли у этих докеров. Народ очень толковый. Председатель вот этого правкома, а сейчас первый заместитель правкома, товарищ Схедотов, закончил по экономике Лесотехническую академию. Отлично. С красным дипломом. И в нашем университете, в Институте повышения квалификации по юриспруденции получил диплом по профессиональной переподготовке. То есть он профессиональный экономист и юрист. Ну понятное дело. А там этот юрист в администрации только юрист. А экономист только экономист. А он и юрист, и экономист в одном флаконе. Поэтому там такой нравный область города. Но он, так сказать, если надо, консультировал. Теперь скажем, они меня официально сделали консультантом. Это не так просто, потому что порт это что такое? Это граница. На границе кто решает вопрос о пропусках? Кто? Пограничник. Пограничник к какой службе относится? Пограничник. Ну как называется служба? Не знаете? В карме? В карме? Нет. А вы думаете, кому? В таможенной службе? В таможенной? Нет. Кому? В федеральной службе безопасности. Вот у нас есть соответствующее здание на Шпалерной. Там памятник к Дзержинскому стоит. Недалеко от Смольного. Вот это вот. Надо ехать туда, и профсоюз должен туда обращаться. Оформлять пропуск. До того гражданина, которого нужно запустить куда? На границу. Это он сядет на пароход. И уплывет с секретами. Какие у него есть секреты по конфликтологии, к примеру. Ну, видимо, так секреты по конфликтологии не считаются такими важными государственными секретами. Поэтому пропуска этот самый легче было получить в ФСБ, чем от генерального директора. Потому что генеральный директор тормозил иногда это дело. А вот федеральная служба безопасности не тормозила. То есть тут люди вступают в разные отношения, и они обучаются в государственной работе. Тем самым на практике профсоюзных деятелей. То есть конфликт это не то, что это не просто драка. Это значит, что надо разбираться. Потом, вот вы обратили внимание в трудовом возрасте, что для того, чтобы проводить забастовку, надо определить совместно с администрацией, уже когда решен вопрос с забастовкой, перечень мероприятий, перечень работ, которые совершаются во время забастовки. Минимум работы. То есть забастовка идет, но какие-то работы выполнять надо. Например, грузы для больницы надо перевозить? Надо. Радиоксилные опасные грузы идут? Да, еще чего. Военные какие-то грузы надо перевозить? Надо. Вот давайте этот перечень запишем. И есть в каждом министерстве, есть примерный перечень. Но тем не менее нужно соглашение. То есть это так будет забастовка. У вас конфликт. Но по вопросу о том, что будет во время забастовки, какие работы будут выполняться, нужно заключить соглашение. Иногда не хотят заключать, чтобы тормознуть забастовку, не хотят заключать, руководство не хочет заключать это соглашение. Что делать тогда? Какая процедура? Вот тогда обращается в администрацию районную докеры, профсоюзная организация. Что вот спросим, а то, кто говорит, если районная администрация не согласует минимум работы, тогда в суд. И вот в суд окончательно решает, минимум работы такой. Это значит уже все подготовлены к забастовке. Есть решение о забастовке, есть минимум работ, который рассматривался в том числе в администрации районной и в суде. Все уже решено. И уже никого не спрашивают, нравится эта администрация, не нравится. И докеров тоже не спрашивают, потому что что-то у них отрезали, а что-то взяли, согласились, что является минимумом работы. Да, он определен. Еще одно условие, которое так сразу не найдешь, когда будешь считать кодекс. Это вы же на какой-то территории находитесь, у вас же есть какой-то муниципалитет. Вот этому муниципалитету надо сообщить о том, что будет забастовка. Если вы не сообщили, вы нарушили порядок. А как сообщить? Ну так, что мы приходим с ней вдвоем, а вы сидите, как сейчас. Здравствуйте, мы пришли, у нас тут забастовочка будет. Подпишите, пожалуйста, что мы вам сообщили, что у нас намечена забастовка на вашей территории будет. Ваше согласие тут не требуется. Мы просто вас информируем, чтобы вы не удивлялись, что если кто-то будет спрашивать, вы могли сказать, знаем, знаем, знаем. Подпишите, пожалуйста. Если он не подпишет, ну и пусть не подписывает. Я же пришел не один, вы и вот еще второй человек. Мы трое подписываем акт. Мы, ниже подписавшиеся, Иванов, Фетров и Сидоров, настоящему удостоверяем, что сегодня такого-то числа, 11 ноября, столько-то в 11 часов, уважаемый, та-та-та-та-та, был передан. Если она отказала своей фамилии, работница этого муниципального образования, которая отказалась сообщить своих именам, но это не важно, передана информация о том, что на территории муниципального образования будет проходить заластовка. Все. Подписи. Потом, вот это вот, надо учиться делать, чтобы бесконфликтно конфликтно разрешать. Потом мы идем к ней подписывать это. Сосак там ознакомлено. Будете подписывать? Вот она занимается. Мы люди серьезные еще. Зачем этого валять дурака? Она подписывает. Сосак там ознакомлено. И подпись свою. Нам больше ничего не надо. Мы пожимаем ей руки, желаем всего самого доброго, хорошего настроения, уходим. Или она говорит, не буду я подписывать вам. Пошли вон. Ну, мы люди спокойные. Мы пошли вон, пропускаем мимо ушей. А не будем подписывать, пишем вот здесь, снова все трое, что работница, не назвавшая своей фамилией настоящий акт, ознакомиться с настоящим актом, отказалась. Так? И подписываем опять три человека подпись. То есть у нас вот здесь три подписи под актом, а здесь вот будет еще три подписи под надписью о том, что она отказалась. И нам больше ничего не надо. Мы в последний раз пришли в ваш муниципалитет. Желаем вам хороших каникул, хорошего настроения. Вот и всего самого доброго. Вы все и пошли. У нас с кем спор? У нас с ней же не спор. Зачем мы с ней будем спорить? Мы с ней не спорим. Мы констатируем. Констатировать очень важно. Я вот сейчас констатирую, что вы стоите за трибуной. Будете спорить? Ну вот. Если будете спорить, вот у меня трое сейчас вот. Я подпишу акт и будет подписано. Еще у нас записано на видео. Куда вы денетесь? Стояли, стояли. Все. Значит, вы оратор. Раз оратор, значит трибун. Мы подписали, что работница отказалась, значит подписываться. Да. И что делать теперь с этим? Все. У вас акт есть. Это просто информация. А куда вы идите? А это так, мы положим в дело о том, что мы все, то, что надо для забастовки, папочку. Ну, требует тут известить. Мы же вот извещали, ходили. Вам важно, чтобы было видно, что мы ходили. И все. Что является юридическим таким документом, который, понимаете, двое подписали? Это мало. Вот однажды ко мне на лекцию в УПК, я робот был в институте повышенной квалификации. Пришли там, человек 10 пришлось, преподавателей, которые хотели там потом эту лекцию почитать. Их не пускает этот гражданин. Ну, хорошо, говорю, давайте. Сейчас мы акт с гоношим. Значит, сначала значит, что он не пускает, подписали. Потом подписали, что он не хочет сообщать свою фамилию. Ну, вот. А потом я позвонил директору и сказал, что у вас там сидит такой вот чербан. Мы уже акт составили. Может, вам передать или куда, или дальше передать, выше? Нет, передавайте мне. Сейчас я скажу, приду, пришел, сказал, пропустите их. Ну, не все же такие дураки. Ну, и с дураками. Зачем с дураками дракуете. Правильно? У вас есть вот главное направление удара. Вы сейчас занимаетесь, конфликт разрешаете. Вы будете еще конфликтовать с какой-нибудь работницей какой-то. Если вы не цеполите, то вам это надо? Не надо. То есть надо стараться наоборот. Мы конфликты не разжигаем. Нет такой задачи разжигать конфликты. Мы конфликты что делаем? Разрешаем. Вот, разрешаем. Вот это другое дело. Какие есть, а не то, что мы сочиняем. А то, что есть, они возникают из жизни, из-за противоречия и интересов. Даже если мы их не будем видеть, они все равно останутся. Правильно? Ну, есть разные интересы. Одни хотят, чтобы вы работали с утра до вечера из-за бесценок. А другие хотят работать 8 часов и получать за это нормальную зарплату. Это конфликт. Конфликт. Так, вот. То есть это как бы те обстоятельства, потому что вот для забастовки нужны основания как требования. И там другие требования. И еще и условия, которые надо соблюсти, чтобы эта забастовка была законной. Как рассказывает товарищ вот Федотов, который это организовывал, он говорит, что наш городской суд обычно запрещает забастовки. А Верховный суд, куда можно обратиться с жалобой на городской суд, обычно отменяет решение городского суда. Я скажу, что там в Петербурге, что они у дурака валяют. Нормальная эта процедура. И все. Поэтому, а вам спешить-то куда надо? Если вы за полтора года начали подготовить коллекционный договор, вы все это идете, пусть и в суде пройдет. Вам же торопиться останавливать, работать-то не надо. А вы нагнетаете эту обстановку. Вот вы в суде, тут вы проиграли, потом выиграли в Верховном суде. Какое вложение вы поставили товарищей, которые руководят спортом? Ну, такое же дело все серьезно. И все это все. А вот тут забавок в газетах, об этом пишут, рассказывают. Вот мы тогда собрали, есть такой институт региональной прессы на улице, которая идет у нас от площади Восстания. Как она называется туда? Суворовский. А? Суворовский просто? Нет, Суворовский на лево идет. А вот туда, перегрегулярно. На Лиговском. Вот на Лиговском проспекте остановку примерно. На Лиговском проспекте там есть расположенный институт региональной прессы. Мы пришли к ним и договорились, что мы организуем пресс-конференцию. Собрали журналистов. Они собрали, пришли докеры, много, они рассказали, за что они выступают, почему это правильно, что это даст. И вся пресса Санкт-Петербурга это все опубликовала. Хорошо же. А интересно же и журналистам. Что же неинтересно из первых рук получить. Причем обычно вы рабочих и не увидите. Где вы их увидите? Вы на завод можете попасть? Не можете. Я не могу сейчас попасть. Я раньше ходил лекции читал, нас заставляли в советское время читать лекции. Я читал 500 лекций в год. На предприятиях. Я все время бывал на разных предприятиях. А сейчас как вы туда попадете? Никак. Там сидят частная охрана. Если вы генеральный директор, вам нужно, чтобы кто-то туда приходил? Не нужно. И никого не за туда и не ходит. Поэтому, скажем, люди с образованием, специалисты, они оторваны тем самым и от рабочих, которые нуждаются в этих специалистах. Вот, скажем, если вы конфликтолог, а как до вас добраться? Как вас найти? Сюда придешь, тут охрана опять. У нас раньше никаких пропусков не было. Как вы думаете? При царе были пропуск? Не было. Вот мы с коллегой здесь учились, закончили в 1968-м. Мы слыхом не слыхали и видом не видали каких-нибудь пропусков. Вообще пропуска. Человек знает, что вот есть вот такого-то профессора, такая-то интересная лекция. Он пошел на следующий факультет и все. А человек, если сойдет не студент, это плохо, что ли? Ну, я все равно лекцию читаю. У меня вот так вот 200 человек, а будет 240. Что плохого? Что плохого в том, что люди будут приобщаться к знаниям. Что если кто-то захочет, так называемые вольнослушатели, да? Понятно, коммерционализированный. Коммерционализированный. А, он пришел и хочет бесплатно узнать, что я говорю. Вот гад. Ну, надо его придушить. Поэтому надо народ там вооружить внизу, будут стоять, следят и так далее. Вот у нас будет скоро дни фетербургской философии, это будет 22-го числа пленарное заседание. Наш директор объяснил юридическую сторону дела, что наш университет все-таки, несмотря на пропускной режим, если человек проявляет документ, удостоверяющий личность, мы должны пропустить. Вот имейте в виду. Ну, это, так сказать, вот я узнал от директора, вот недалеко нас собирали, как руководители. я одним из круглых столов руковожу, вот я узнал такую новость, для меня новую тоже. Потому что я так просто, если я пропуск забуду, так у меня будет проблема с прохождением сюда. Лучше этого не забывать. Ну, так вот предполагается, что вот наши эти доклады, они должны, ну, как бы нам раскрывать эту проблему, а не просто, скажем, вот вы выступили с докладом, мы потопали. Еще какие проблемы вот вы поставите в своем докладе, пожалуйста. Обратимся к содержанию коллективного трудового договора. Вот, хорошо, мы все ждем, когда будет содержание. А форма содержательна тоже. Час прошло. Так. Ссылаясь на Трудовый Кодекс Российской Федерации, проведем следующий анализ, соответствие с которым выявим, что в коллективном договоре ЗАО ПКТ вопрос об оплате труда посвящен 31 пункт и 7 приложений. Это хорошо или плохо, что 31 пункт и 7 положений? Конечно. Ничего нам не говорит. Ну, много тут. Так много. Много введя написано не платить, не платить, не платить, не платить. С подробными с подробным описанием того, за что, как, кому и сколько платить в связи с ростом производительности труда. Указан минимум в размере 6600 рублей. Утверждено требование увеличения реального содержания заработной платы работников путем повышения с 1 января каждого года тарифных ставок и должностных укладок по профессиям и должностям работников согласно штатному расписанию организации в соответствии с положением о порядке повышения уровня реального содержания оплаты работников. Ну, хотя при таких условиях, когда реальная заработная плата может повышаться раз в год, она, скорее всего, не будет соответствовать уровню инфляции. Почему это не будет? Они все время больше инфляции повышают. Где это вы такое вычитывали, что она не будет соответствовать? Мне так кажется. Это вам кажется? А я вот участник разработки 24-го приложения, в котором написано, что если они уже сделали повышение в течение года больше, чем на уровень инфляции, то тогда это приложение не применяется. А если они не сделали это в течение года, то применяется приложение 24-го, где делается расчет, связанный с тем, сколько грузов перерабатывают. То есть везде обеспечено превышение заработной платы над уровнем инфляции. То есть это повышение реального содержания зарплаты. которое у нас есть в торговом кодусе, такая запись. Оно есть так просто как запись. А здесь оно есть как пункт, по которому платить надо. Прямо на основании коллективного договора платят. На каком основании платить? На основании коллективного договора. Вы 24-е приложение смотрели? Я смотрю, значит, я не совсем понимаю механизм с инфляцией. Мне казалось, что она растет в течение года, квартал. Она в течение года растет, а в конце года, в начале следующего года повышается заработная плата на индекс инфляции плюс еще определенный процент. То есть, если она выросла, допустим, на 3%, инфляция, то есть понизилось у вас реальное содержание зарплаты на 3%, значит, у вас зарплата должна быть повышена не только на 3%, а плюс еще там 5%. Например, Дальневосточные докеры записали все в коллективных договорах, что каждый год в начале года зарплата повышена, номинальная, то есть бумажки, повышается на уровень инфляции плюс 5%. То есть, что получается в течение года? Ну, цены растут, естественно, реальный зарплата идет вниз. Скажем, если у нас инфляция 4%, но в течение же следующего года все равно будет инфляция растет? прежде чем она начнет, она сначала повысится на тот же уровень, который был, плюс 5%. На тот уровень, который был в январе прошлого года, плюс 5%. То есть, по коллективному договору, а чтобы был рост, потому что, если она просто на тот уровень, который был, это называется компенсация инфляции. У вас вот все время снижалось, и вы вышли 1 января следующего года на тот уровень, который у вас был в прошлом году. Так значит, ваша жизнь не улучшилась, правильно? Она у вас целый год ухудшалась, а потом подняли на тот уровень, который был в прошлом году, год назад. Это нормально? Есть такие люди, которые предлагают всерьез и в требования закладывают компенсацию инфляции. То есть, только, так это называется, индексация. Индексация – это не просто повышение, а повышение на тот именно уровень, на который выросли цены. Вот если вы только делаете индексацию, это никакого повышения жизни, улучшения жизни не дает. То есть, у вас целый год отнимают, если инфляция 4%, там треугольник получается, если график рисуете. Поэтому у вас не вся площадь прямоугольника, а, так сказать, только треугольник. То есть, на 2% у вас реальное содержание зарплаты упало. Значит, вам индексировать надо на сколько? На 2%, на 2%, плюс, еще 5%. То есть, 2% – это только компенсация, чтобы выйти на уровень прошлого года, и 5% начать. А уже то понижение, которое пойдет в следующем году, оно пойдет, будет уже с другого, более высокого уровня. Опять поехал. То есть, у вас получается такой вот, каждый раз гребни эти все выше, все выше, а не с них вот так. То есть, эта функция называется вот математически убывающая в каждой точке. Она в каждой точке убывающая, но тут разрыв, когда раз и повышается больше. И она же с большего уровня понижается, потом еще раз больше, гора. Нет, ну это понятно, компенсация будет, но все равно какое-то промежущее. Не компенсация, а повышение. Компенсация и повышение, но в какой-то промежущее Да, он будет терять какую-то часть повышенной зарплаты, но зарплата будет повышаться, и зарплата тем самым, вот самый низкий уровень уже будет выше, чем, ну если инфляция 4%, а вам повысили на 5%, уже у вас, она не съест за год 5%, съест 4%. Ну как не думаете, когда мы знаем данные, 4% у нас инфляция, а повысили на 5%, компенсировали инфляцию, то есть повысили на самом деле на 9% зарплату, то есть повысили ее до прошлого уровня, то есть 4% и плюс 5% еще дополнительно, то есть 4% это компенсация инфляции, это индексация, а еще 5% на повышение уровня реального содержания, итого 9%. Вот на 9% повышение, потом начинается снова понижение, и вот идет, идет это понижение, на 4%, 5% останется, а 4 съест 5% останется. А в следующем году, год пройдет еще компенсация инфляции, то есть индексация, и еще 5%, поэтому разные есть вот варианты, ну вот это вот я вам называю реальную цифру, которую добились дальневосточные докеры. А вот у нас Ford Motors Company, соответствующий профсоюз, Ford Motors Company, МПРА, региональный профсоюз работников автомобилестроения, он себе записал 2,5% всего лишь, компенсация инфляции плюс 2,5%, и он сделал договор на 1 год, поэтому один раз он этим воспользовался и все. А если это вы подписали на 3 года, еще и продлили, вы 6 лет у вас будет каждый год, кроме компенсации инфляции, повышаться на 5% зарплаты. Это очень много. А можно это повышение производить не каждый год, а, допустим, ежеквартально? Можно. Ну, я говорю о реальном коллективном договоре, а вы говорите о гипотетическом. Ну, вот я говорю, что… Можно не только и же квартально, можно и же месячно это делать. Тогда будут зубцы этой пилы, будут не такие. То есть тогда вам снизили, повысили, снизили, повысили. То есть каждый квартал повышение на сколько? Не на столько, сколько забрала инфляция, а больше надо. Если я инфляция забрала у вас 3%, да, то на сколько надо повысить, чтобы у вас было повышение реального собирания зарплаты? Ну, не на 3. Ну, больше. Ну, вот на 6. Вот. 3 забирает, 6 ставим. Каждый квартал. А у вас опять заберет, там, за квартал, скажем, 2%, а у вас останется прирост. И так у вас растет, растет. То есть у вас, если брать график, он будет понижаться вроде каждого, но каждый раз все выше, выше, с более высокой точкой понижается. И поэтому в целом у вас идет рост. И никак иначе, когда у нас тенденции инфляционные, иначе не может быть. Никто не запрещает вам индексировать ежемесячно. Пожалуйста, договаривайте. Это только трудно им считать, бухгалтерия будет возиться. Поэтому можно договорить, так говорить, ладно, не хотите ежемесячно, давайте в квартал. Не хотите в квартал, тогда не на 5%, а на 7% по итогам года. Но это вопрос переговоров. Это же коллективный договор, это вот стороны договорились. Это не то, что вы выдадите идею. У кого вы собираете идею? Вы даете, у нас идею, что вы нам отдали по 5 тысяч рублей по окончании нашей лекции. Идея хорошая, правда? Заврешательная. А для нее не нравится, ей не нравится. Почему? У нас же большинство, вот уже решило почти, на злое. Ну а это меньшинство. Меньшинство должно подчиняться большинству, нет? Ну что, видите, все светлые идеи загубили на корню. Прямо сразу. Это же мы с вами берем ситуацию конфликта. Вы можете предлагать 5 или 7, или квартал. Вот целый год такое снижение идет. Это надо компенсировать. Сказать, ну ничего страшного, там за месяц много не потеряете. За квартал тоже не так много. А за год-то много получается? Ничего себе. И вот если у вас 1600, посчитайте эти самые стипендии, так 4% от нее. Причем вот такой график все время она снижается. А дальше она, поскольку ничего не индексирует, и дальше будет снижаться в следующем году, еще будет на 4%. И, так сказать, все. Поэтому можно так писать такой плакат. Хочешь похудеть, спроси меня, как? Какой значок ходить? Студентки, да, находись. Хочешь похудеть, спроси, какая у меня ступидия? Или хочешь понять? Так, еще у вас какие возникли мысли по поводу? Также подробно расписаны доплаты за работу в зимнее время, при неблагоприятных условиях, за классификацию и так далее. А как вы думаете, если это не записать? Доплаты за работу в зимнее время, при неблагоприятных условиях, что будет происходить? Нарушение. Нет, нарушение как раз не будет происходить. Если вы ничего не записали, ничего и не нарушено. Будет все нормально, скажет. А сейчас же зима, ну и что? У вас есть вот у нас подписано, что вы получать должны в любое время вот так. И будьте добры, идите отсюда и все. Ну какой тогда разговор? Написано. А вот если написано, что надо доплачивать, тогда другое дело. Ну и что показывают переговоры и конфликты? Если не напишете, что в детском подарке должна быть шоколадная плита, туда сделают плитку не шоколадную. А из чего сделано? С пальмом, маслом. Да? Сто процентов. Если вы не напишете, что там должно быть четыре апельсина, два положат. Или вообще не положат. Или вообще не положат. Вот кажется, что такое толстый коллективный договор? Ну заберу же. Вот все, что не напишешь это. Или я уже вам говорил, что если написано будет, что вот у меня вот люди приходят на работу, снимают свою хорошую одежду и одевают рабочую. Какую рабочую? Вот она была передо мной работала. Она работала. Снег, шел дождь, она повесила. Я пришел, с крюка снял, на себя надел. И уже сразу мне стало холодно. Почему? Это называется дежурный плащ. А можно написать в коллективном договоре, что должно быть индивидуальная должна быть одежда рабочая. Индивидуальная. То есть я вот ушел, меня нету целые сутки. Вот через сутки я пришел, висит мой сухой плащ. Он высохнет два сутки, правда? Я одел сухой и пошел на мороз. Большая разница. Или вот если вы оденете брезентовую какую-то одежду, брезентовая то промокает. Когда вы промокнете и холодно, чем это грозит? Заболеете. А чем болезнь грозит, уже не будем дальше продолжать. А если у вас одежда рабочая шерстяная, то вы не заболеете. То есть вот она промокнет шерстяная, а она все равно греет. Поэтому обязательно, так сказать, для работы в зимнее время или в таких условиях, где есть влажность, обязательно шерстяную одежду. Это надо иметь в виду. И не только докером и всем другим. Шерстяной одежде не пропадешь, не заболеешь. Шерстяной носки одел и можешь иди промокать за грибами. В воду попадешь, ничего страшного не будет. А если просто носки, то ничего. Ну заболеешь. Ну может быть и не заболеешь. Гарантии нету. Так. Еще у вас что привлекло внимание? В 26 пунктах настоящего договора подробно развернуто положение по обеспечению занятости, в котором большинство своих действий работодатель должен согласовывать с профсоюзом. Да. А как может получиться, что вы попадете под увольнение? Как так может произойти? А я вот нашел таких людей, которые готовы работать, если я генеральный директор, за меньшую зарплату. Никакого у них нет коллективного договора. Вот. И никаких у них нет этих особенных одежды никакой рабочей. Они придут прямо в тапочках и будут эти выгружать. И перегружать. И будет это стоить мне в два раза меньше денег, чем если вы это работаете. Это даже называется специальная организация в порту. То есть морское кадровое агентство. МКА. Вот туда приходят люди, которые... В докеры они сразу не попадут. Вот туда. Профсоюза у них нет никакой гарантии. Нет, это вообще... Кадровое агентство это вообще не предприятие. Это как бы... Это перекопчики рабочей силы. Они ее как бы купили, а потом они перепродают. То есть они зарплату получают в морском кадровом агентстве, а им за это платит порт. И какая выгода это у кадрового агентства? Потому что порт получает, платит... Вообще не платят этим. Как бы это не касается зарплаты, а это кадровое агентство платит. Это называется как бы заемный труд. И вот они получают в кадровом агентстве в два раза меньше, чем вот этих докеров. Эти докеры, которые по коллективному договору получают такую сумму. А половину этих денег, которые сэкономил работодатель, они дают кадровому агентству. И в итоге выгода для работодателя... Четвертина зарплаты у него выиграна. Четвертина зарплаты он не платит. Вот и все. А что делают эти пергладитые докеры? Они взяли и все перекрыли. Что вот только по согласованию, как вы сказали, столько по согласованию с докерами привлекать. Когда? Когда действительно пришел корабль, дело не в том, что есть докеры, а им не хотят, чтобы они работали. А просто не хватает. Сейчас пришел больше, больший объем работ, на время этих работ временное привлечение допускают. Правильно? Почему вы не будете против? Временно, чтобы разгрузили и все работают вместе. Закончился этот пароход и до свидания. Он уплыл и эти уплыли обратно в свое морское кадровое агентство. А иначе вы зазеваетесь и на ваших местах уже другие люди будут работать. А вы уже не нужны. Вот и все. Так раз бывает, то сейчас запросто. У нас безработица есть в России? Есть. Сколько процентов? Был. Сколько процентов? Нет, не знаю. До пяти процентов. До пяти процентов. Четыре с кусочком. Это что такое? Это четыре процента? Это... Нормально. Не особо высокое. Как вы думаете, это что? Потому что капиталисты не могут посчитать, сколько у нас надо рабочих мест, чтобы загрузить всех. Они посчитали, сколько надо, а потом сократили число рабочих мест, чтобы его... Иначе вы будете, когда если у вас будет рабочие места один к одному, будете требовать большую зарплату. А так вот, вы будете требовать, а она придет и согласится на меньшую. Я ее возьму. А вас не возьму. Вот так. А в другой раз наоборот, ее возьму. Нет, вас возьму, а вас не возьму. Ну, потому что место одно, а вас двое. Чего тут непонятного? А кто придумал, что стало местом вдруг? Меньше. Меньше, чем людей. Вы думаете, что у нас сейчас говорят цифровая экономика, цифровизация? Что, нельзя посчитать, сколько у нас работников, сколько у нас? Так их сокращаешь же. Ну, то есть, посчитали, вот у нас будет 50, а потом в следующем году, знаете, денег нет, сокращаем до 35. А зачем тогда газарбайтеров приезжают, приглашают? Не думали на эту тему? Если у нас не хватает на загрузку, тогда зачем приглашают из других стран? Потому что это обманывают деньги. Это не обманывают деньги, это более дешевый труд. Потому что вы будете за 30 тысяч работать, а вот он придет, он будет за 15 тысяч работать. Зачем нам за 30 тысяч? Я вас люблю и уважаю, но он за 15 тысяч будет. Я вам цветочки подарю, если 15 тысяч куплю, цветочек один подарю. И все. Потому что жалко мне тех, кто на бирже труда. Так ведь? Так ведь? Мы сейчас о чем говорим? Что это у нас есть или это у нас нет? Это у нас именно и есть. Да, у нас есть биржа труда. Год вам будут платить, когда вы будете безработаны. А через год вас забудут. Просто забудут. Вы больше нигде не числитесь. Все. А в течение этого года вы будете ходить, где говорят, вот хорошая работа. Идите туда. Направят вас биржу труда. Вы придете туда. А вам скажут, что зарплата меньше, чем написано. И работа очень плохая. Не понравилось вам. Идите на другую. Вы будете ходить все время и ходить, ходить. А пока вам будут платить маленькие деньги. Чтобы вы не умерли сразу. И так вы проходите год. Если вы нигде не устроитесь, вас забудут в государство. Все. Нет у вас для государства. А что с теми, кого забудут? Ничего. На пособие по безработице сидит. Не будет пособие по безработице платится один год. А потом... А потом забудут. Объясняю, что будет. Вы по своему возрасту еще не ходите в крематорию. А я и хожу иногда. Поскольку там похороны бывают. И вот я наблюдаю, как там есть целый зал. Лежат черные старушки. Черные. Почему они черные? Потому что их нашли через три месяца, после как они умерли. Их государство хоронится. Государственный счет. У них нет родственников. Их похоронят. Завернет и похоронят. И все. Раз они обнаружились. Кто где-то обнаружится в конце концов. И тогда его спокойно упокоят. Зачем вы ходите в крематорию? А? Зачем вы в крематорию ходите? Коллег своих хороню. Поскольку я чуть-чуть моложе, чем вы. Ну, ненамного. Это жестко. У нас был следующий кафедр в философии, где я работал. Вот он уже все. Ну, так что это бывает. Доктор наук Хватовский, профессор. И у меня учился в университете маршизм балининизма еще. Ну, так что, так и бывает. Моложе меня, люди. Но это мы говорим о каких-то случаях, а тут не случай. Если у вас есть безработные, и безработных строго меньше, то есть строго больше нуля, то есть если у вас численность работ, на которых платят зарплату, меньше, чем численность людей, к чему это ведет? На что они обречены, эти люди? На то, чтобы ходить на биржу. Но на бирже один год. Один год вам будут платить пособие. Вот вы целый год, значит, вы не нашли себе работу? Значит, вы никому не нужны. А раз вы никому не нужны, то и государство не нужны. Государство все сделало для вас. Целый год вас кормило, а вы так работу не нашли. Вот подумайте о себе. Вы подумали о себе, и что? И что дальше? А все? Как известно, без еды не проживешь. Иногда может показаться, что вот все вот эти требования такие крючкодерские, где сказать, вот они смотрят, чтобы там и не пришли из морского кадрового агентства, чтобы не получилось, что у них места отобрали. Например, ни в коем случае, ни в коем случае во время забастовки с рабочих мест не уходить. Вот ваше место вот сейчас. Вот туда же не сядешь, где вы сидите. А вот вы сейчас выйдете на не какое-то время, а придете, а там уже сижу. И все. А что вы будете со мной драться? Может быть. Может быть. Ну вот, может быть. У вас мало, тогда собирайте людей. Поэтому, поэтому инструкция была такая во время забастовки, с рабочих мест не уходить, чтобы не пригласили туда кого? Другого. Как называются они? Штрихбрехеров. Штрихбрехеров, да. Это немецкое слово, штрихбрехер, но оно в русском звучании, а по-немецки страйк – это что такое? Забастовка. А брехер – это ломать. А те, кто ломают забастовку, вот приглашают, чтобы ее сломить. Поэтому, как бы у нас расписано везде, что нельзя противодействовать, так сказать, ни в коем случае, там, тем, кто хочет работать. А никто им и не противодействует, просто вот встанут у станка четыре человека, а этот штрихбрехер хочет пройти работать на этот станок. Он как не проходит, никак не пройти. И все. Походит, походит и уйдет. Он что, драться будет? Четыре, вы будете драться? Не будете? А у каждого, у кого гаечный ключ, у кого лом. Как с ними драться? Нет, внутри. Там еще пар, вода горячая, это страшно, масло на заводе. Это страшное дело. Поэтому это все известно, в том числе и из художественной литературы, как бывает. А, наверное, вы видели, там перед заводом таким кругом ходят бастующие. А что они делают? Ну, кругом-то кругом, а если сейчас пойдет кто-нибудь, кто на работу, вот так им никак этот круг не пройти. А круг-то большой, а он-то один. Ну, их даже трое, а их двадцать пять. Сорок, если надо, пятьдесят. Они не на территории предприятия, они там никакого отношения к предприятию не имеют. Просто, так сказать, они не препятствуют пойти на рабочий день. Ну, не прошел он, не прошел. Не удалось. Вон, мы встанем сейчас вдвоем, вот сейчас здесь, по окончании. Как вы пройдете домой, я не очень представляю. Подумайте об этом. То есть, есть вещи, которые, они вроде как это не столкновение, никто никого не бьет, ничего. Просто не пройдешь. Что, драться будете с вами? Ну, тут надо как-то думать, как быть такой ситуацией. Все это, когда люди обдумывают забастовку, все это это заботы забастовочного комитета и самих трудящихся. Чтобы поддерживать порядок, чтобы никто никого не ударил, чтобы никто ничего не украл. Кто отвечает за имущество работодателя во время забастовки и работников? Кто? Вот забастовка сейчас, возьмут и несут, разобьет контейнер, заберут оттуда там богатства всякие и пойдут продавать. Кто за это будет отвечать? Генеральный директор, руководство. Руководство скажет, ничего не знаю. Вот у нас, вот председатель Забасткова сидит, вот она, идите к ней, с нее и требуйте. Логично? А я-то при чем тут? Я-то это забастовка, все, Забасткова отвечает. Написано, Забасткова отвечает. Ну, наравне с директором. А директор скажет, я-то что, я сейчас это не управляю. Они решают, кого пускать, где работать, где не работать. Вы допустили такое? Вот и разбирайтесь сами. Все. Приходят люди, начинают тогда что-то с них требовать. А вы тогда что делаете? Что делаете? Что сделали докеры для того, чтобы таких случаев не было? Чтобы у тебя не пропадало ничего? Не имущество работодателя, не их собственное имущество. Пиджак у меня висел. Я пришел к реодеваться, уже пиджака нет. Потому что забастовка. Во время забастовки, ну это всегда же бывает. Народ-то разный же бывает. Раз, еще нет у меня. Ну что делать? Что бы вы сделали, если бы были в забастовочном комитете? Вот вы не придумали. Они придумали. Они придумали дружину. Вот каждая бригада – это дружина. Есть руководитель дружины. Они охраняют порядок. А для того, чтобы дать понять работодателям, к чему они дело ведут, они написали бумагу, линейный отдел милиции. Что просим такого-то числа прийти в такое-то помещение, рядом с портом. И для обсуждения вопроса о положении, о рабочих дружинах. И о том, каким мы единоборством будем их обучать. Айкидо или дзюдо. Или еще другим каким. Для начала. Бегабас, борьба самбо – это что, как переводится? Самооборона без оружия. Самооборона без оружия. Вот самбо будем обучать. Вот всех обучим. Вот придут, а есть дружина. Она обходит. Смотрят за порядком. Потому что могут быть провокаторы, которые… лица сторонников администрации, которые специально что-нибудь утащат у тех же самых рабочих. Может быть такое. Или у администрации утащат и свалят на рабочих. Может такое быть? Может. Поэтому мы сейчас занимаемся с вами очень серьезным таким конфликтом. Если коллектив многотысячный. Многотысячный. А если много тысяч людей… Вы же понимаете, что среди этих тысяч разные люди есть. И так просто… Как только они увидят, что нет никакого порядка. Поэтому… А забастовка – это не беспорядок. А это очень жесткий, наоборот, порядок. Строго. Это, так сказать, форма забастовки. Кто работает, кто не работает, кто за что отвечает. И так далее. Во время забастовки. Вы планируете, чтобы изучали люди трудовой воздух и коллективный договор? Или не планируете? Планирую. Вот. Чтобы они, наверное, придут и сидят. Мы их бастуем. А чего вы бастуете? Сидите, вот изучите. Вот тогда вот слушает она сама и что-то изучает, там пишет. Правильно делает? Она записывает все ценное, что мы с вами добываем, и потом выдаст за свое. Так. Ну, вот это тоже важный момент. Еще какие моменты у вас в голову приходят? Часть коллективного трудового договора по охране труда и здоровья подробно разработана в 64 пунктах семью приложений. Можно сказать, что охваченные конкретно сформулированы практически все опасные аспекты труда и меры в поиск профилактики. И это сейчас очень важно, потому что появилось такое изобретение SOLD в 2013 году. Система оценки условий труда. Заказывает хозяин фирмы специализированную организацию, платит ей деньги, и она начинает оценивать условия труда. И оказывается, что докеры бесплатно катаются на погрузчиках, на берегу моря, на свежем воздухе. И какая там у них вредность, их уже и нет. Поэтому у всех, у кого была вредность, она или понижена, или пропала вроде бы как эта вредность. А соответственно, не надо и не доплачивать, и отпускание надо дополнительно давать и так далее. Так что это вот тоже очень важные все вопросы. Но поскольку наше время истекло, я не имею права вас задерживать и отнимать у вас свободное время, как время для свободного развития. На этом мы наше занятие оканчиваем. Вас я благодарю. Вы, несмотря на то, что у вас были сомнения, сможете ли вы выстоять. Тем более под градом всяких вопросов, которые постоянно вам задают, и вас еще перебивают и избивают. Да? Вы, тем не менее, спокойно, так сказать, свое дело сделали. И это хорошо. Если кто-нибудь вас спросит, а вы как, вы можете выступать за кладную? Да, я выступаю за кладную регулярно. Ничего особенного. Правильно? Спасибо. Для самого интересного не дашь не думала. А, это самое интересное, вы должны были раньше вытянуть, а вы все куда-то и вон, под конец, под конец. А вы сейчас забыла в конце. Это значит, ну мы вам можем на следующем занятие дать слово. Для самого интересного, если хотите, пожалуйста. Как хотите, а я не хочу. Ну вот, видите, то есть вы еще и самое интересное и скрываете. Так, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.